Утро четверга началось в администрации округа с проведения первого в 2019 году дня жилищно-коммунального комплекса. Вопросов в повестке дня, как всегда, много, ведь год начался, и значит, пора решать самые важные задачи жизнедеятельности города. Участникам совещания предстояло согласовать проект пешеходных маршрутов с целью организации комфортной среды. Для удобства жителей нужно сделать проход с Институтской улицы до микрорайона Леонидовка через филиал МГТУ имени Баумана. Это вот учебная территория, вот первая институтская, это вот учебная территория. Значит, мы предлагаем, вот народ натоптал вот таким вот образом. Здесь всякие эти самые были гаражи, вот, гаражи все там, какие развалились, какие снесены, остались здесь, ну, катакомбы такие, вот. Ну, народ, конечно, протоптал там, где было ровно. А мы предлагаем вдоль дороги, как положено это сам пройти. После обсуждения это предложение утвердили. Рассмотрели вопрос организации спортивных площадок в микрорайоне 25А, а также развития пешеходной сети в Матищинском лесопарке. Именно этой теме члены комиссии уделили особое внимание. На проектах, представленных Леспаркхозом, показаны схемы размещения дорожек с гранитным отсевом, лыжными трассами и освещением. Мы можем сделать сегодня освещенные, а, полтора километра для людей, б, три с половиной, в, пять километров, и в перспективе сделать по всей длине, это получится, опустим, 10 километров. Давайте мы на один год сделаем там пока освещенную трассу, три с половиной километра. По проекту Матищинский лесопарк должен быть готов принять горожан даже в вечернее время. И лыжные трассы должны быть освещены примерно до 23 часов. Важно сделать парк местом, удобным для тех, кто хочет просто погулять, и для тех, кто занимается спортом. Вопрос стоит, что эти трассы могут быть как со стороны Борисовки, так и со стороны, допустим, Пироговского шоссе. То есть, два основных таких входа, где есть стоянки. Поэтому стоит вопрос, что все-таки и там, и там. Но где-то они должны быть более профессиональны, эти трассы, а где-то просто они там для прогулки, чтобы, допустим, лыжники не мешали тем, кто ходит с детьми, катается на санках, тюбинках, на этих ватрушках. Свои предложения про разработки проекта Матищинского лесопарка жители могут присылать на сайт общественной палаты округа. 15 февраля состоится подведение итогов, и будет принято окончательное решение. После чего готовый проект будет согласован с главой городского округа Матищи Виктором Азаровым. Алла Сталаева, Денис Петров, информационная программа «День».